И здесь чудо свершается за счет того, что каждый, вот включая свою душу, молится, просит или дает энергию на то, чтобы в первую очередь исполнилось желание других людей. И представьте, какой поток энергии идет, если, допустим, я, Оксана, молюсь за всех за вас. И представьте, какой поток энергии идет на ваши желания, если каждый из вас еще так же включается, и даже так же в первую очередь молится об исполнении, просит пространства Вселенной, об исполнении именно желаний каждого из нас. И причем самым наилучшим образом в соответствии с дополнением Вселенной. И уже как маленький доеточек мы просим, чтобы еще и кроме всех, и мое желание тоже исполнилось самым наилучшим образом. И поэтому здесь включается огромнейший поток энергии. И включается, насколько мы включимся, ну это можно даже сказать, в некоторой степени благотворительность, фонд взаимопомощи друг друга. Так свершаются чудеса в нашей жизни. Мы эту практику практикуем постоянно в нашей школе. И вы знаете, я недавно обнаружила, я этой практикой пользуюсь, я уже больше 15 лет, я этой практикой пользуюсь постоянно. И совершенно случайно, недавно разбирала свои там записи там разные, да, и вдруг обнаружила бумажку, которую я ложила когда-то, ну получается 7 лет назад, это минимум, потому что мы уже 5 лет живем в Киеве. И на тот период для нас было фантастическим иметь желание, чтобы было собственное жилье. И когда я вытаскиваю эту бумажку, начинаю читать, а мы там живем в светлом просторном доме, там вокруг лес, природа. Вы знаете, у нас это желание исполнилось один к одному. Хотя посыл это для того, чтобы какой-то там капитал, там или мы наследниками там кого-то были, у нас такого не было. Но тем не менее, благодаря тому, что мы об этом просили вселенную, пространство. И каждый месяц я это желание ложила, да, ну вы знаете, это желание исполнилось. И точно так же у нас эти практики используются, когда идут семинары. И точно так же, вы знаете, год назад я положила на тот период одно такое, казалось мне, фантастическое желание. Вы знаете, оно уже сбрось. Поэтому верьте в чудеса. И я вам еще хочу сказать, что если вам приходит какое-то желание, поверьте, это не просто так. Если вам дают это желание, значит, однозначно пространство вселенной будет делать все, чтобы ваше желание, ваш запрос исполнился. Главное об этом, раз у вас уже появилось желание предпринять какие-то шаги, то одним из этих шагов является закладка желаний в пирамиды желаний. К нам эта пирамида едет из самого Чернобыля, да, мне тут донесли птички на своих крылышках такую новость. И уже с минуты на минуту, секунды на секунду, с часа на час уже прибудет. У вас есть возможность сформулировать свой запрос. И обязательно, пожалуйста, чтобы вы не забыли, о чем вы просили, пишите свои желания в двух экземплярах. Один мы кладем в пирамиду, второй мы оставляем рядом с собой, для того, чтобы вы знали, о чем вы просили, потому что вам пространство будет давать встречу с нужными людьми, будут давать разные обстоятельства, разные ситуации, будет вам давать возможность нарабатывать качество, чтобы вы получили исполнение этого желания. Потом не говорите о том, что я этого не хотел. У вас будет листик второй рядом с вами, вы будете знать вообще, о чем я просила. Почему вдруг мне начинают почему-то учить непонятно со всех сторон. А вы вспомните, о чем вы просили Вселенную. Ну не бойтесь, все это будет происходить самым наилучшим образом. И есть ли мне время пару слов хотя бы сказать о формулировке, как лучше, да? Еще, смотрите, есть несколько секретов, как лучше формулировать свои запросы желаниями в пространство. Первый ключевой такой момент для пространства не имеет значения, кто такой я, мы, вы. Ключиком для того, чтобы нас услышали, является наше имя. Тут даже когда в церковь приходите, вы же не ставите свечу. Пять минут, да, хорошо. Вы же не ставите свечу за минуту, да? Вы говорите там о здравии, там о силе, там о силе и так далее. То есть вот так же, когда вы пишите свои желания, пожалуйста, пишите свое имя. Оксана имеет там то-то, то-то, то-то. Обязательно пишите так, что оно у вас уже есть. То есть в настоящем времени без частичек нет. Потому что на каждое слово будет даваться энергия, поэтому подумайте, пожалуйста, желания должны быть сформулированы четко, понятно и не промежуточное как бы звено, а в итоге конечную цель, что же вы на самом деле хотите. Я хочу поехать в лагерь не потому, что там, например, я не знаю, что там, например, а просто я хочу себя чувствовать счастливой, гармоничной. Сразу пишите тогда конечную цель, не способы, как вы их будете достигать, а то, чего на самом деле стремится ваша душа. Что еще? Важно это делать, писать в положительной форме. То есть, если, допустим, у кого-то вопросы со здоровьем, не язва и сцелена, а желудок выполняет все свои функции. Потому что энергия тогда будет идти на что? На язву или на что-то? Понятно? Хорошо. Что еще? Если мы хотим попросить желание для кого-то, в этой ситуации будет корректно с этим человеком посоветоваться, отдаст ли он вам добро. Потому что если человек уже, у него уже вырабатываются свои гормоны, это детки, начиная с 14 лет, это уже взрослая энергетическая личность, и он имеет право на свое мнение. Поэтому в этой ситуации, даже какие бы они нам любили родные детки, мы обязаны с ними посоветоваться. Вы поняли? Ну, такие как бы такие нюансы. И если вдруг вы что-то некорректно сформулировали, есть такая фраза, во имя высшего блага всех, или в соответствии с законами Вселенной. Тогда ваше желание, ну, я говорю, если вдруг там даже какое-то слово не совсем корректно сформулировано, то эта фраза, она позволяет вот это все нейтрализовать и ваше желание привести в соответствии с законами Вселенной. А когда наше желание соответствует законам Вселенной, то их тогда проще исполняться. Это равносильно тому, что или мы плывем по течению, или мы пытаемся чего-то достигнуть, карабкаясь и пытаясь спротив течения. Что? Что-что? Или во имя высшего блага всех, или вторая такая фраза в соответствии с законами Вселенной. Потому что мы, допустим, можем машину получить в подарок, или потому что там кто-то разбился, и нам досталась фраза в соответствии. Понимаете? Ну, в формулировке. Поэтому, когда мы просим в соответствии с законами Вселенной или во имя высшего блага всех, то в таком случае будут учитываться максимально все стороны, и вы будете счастливы. И будут счастливы эти люди, которые вам помогли в достижении этих целей. И это будет еще больше польза. И таким образом, кстати, когда мы кладем свои желания в пирамиду, это очень сильная практика, которая позволяет чистить нашу карму. Потому что, когда мы даем энергию на пирамиду желаний вместе с желаниями, мы точно так же просим реки, чтобы эта энергия очищала, гармонизировала пространство каждого, с кем это желание связано. От кого зависит исполнение этого желания, пространство всех стран, всех территорий. Представьте, насколько вы делаете позитивную работу, когда вы кладете свое желание в пирамиду. Вы поняли? И поэтому, чем больше у вас желаний, тем больше у вас будет лучше карма, если вы тем более больше будете за больших людей просить. Поэтому у вас есть возможность сделать такое благое дело. Благодарю вас. Обязательно вопросы будут, я думаю, поэтому находите Оксану или приходите к ней на мастер-класс. Пирамида скоро будет. Пирамида будет в клубе, вы ее увидите. Напишите свои желания заранее, напишите в двух экземплярах. Второй экземпляр оставляйте у себя, а первый экземпляр кладете в пирамиду. Зинченко, Зинченко Оксана. Я приглашаю на сцену мастеров. Петрова Ольга, Шашура Наталья, Бронникова Ирина, Сербина Елена, Романченко Надежда, Карченко Валентина, Кривонос Елена, Салтарец Михаил и Малькой Инна. Петрова Ольга, Восстановление внутреннего потенциала и возврат энергии. Добрый день, дорогие участники, я очень рада вас приветствовать. Я очень рада, что в этот прекрасный, солнечный, яркий день мы все сегодня собрались. Все помнят главное условие, которое вчера объявил главный наш волонтер? Солнечная погода. Правильно, никто не говорит про... Все говорят только о солнечно-яркой погоде. Кто нарушает, тот кладет 300 гривен в команду для волонтеров и очищения кармы. Иначе у нас выключаем солнце внутри себя. Хорошо, я сегодня представляю замечательный мастер-класс. Мастер-класс называется «Возврат энергии». Это очень сильная практика. Она у нас есть в индийской школе рейхи, благодаря нашему учителю. И она дает возможность освободиться от серьезных кармических завязаний. То есть если у нас был какой-то долг, где-то мы кого-то обиделись, кто-то нам что-то должен остаться. Мы просто не можем делать, что нам не хватает нашей родной, любимой энергии. Мы ее потерять могли в сексуальных отношениях, или еще в различных отношениях к семье, которые были неудачные отношения. Там много энергии осталось. А сегодня здесь, сейчас нам ее не хватает. Вот вроде бы все хорошо, вот все замечательно, все великолепно, но что-то не то. Вот это вот что-то не то, это то, что осталось в прошлом. И сегодня мы будем делать возврат энергии, а обмен энергии. Когда остаются счастливы, два участника, разрывается кармическая связь, и мы свободно начинаем решать. Мы свободно начинаем реализовываться, освобождая и другого человека, и сами наполняясь своим внутренним потенциалом, который дано вам отверждение. Жду на мастер-классе. В конференц-зале на первом этаже. Первый корпус, конференц-зал, первый этаж. Шашура Наталья, сознание чакр. Здравствуйте. Я Шашура Наталья, инструктор индийской школы рейки, город Харьков. Провожу первую ступень, различные практики. И сегодня я хочу представить вам мастер-класс «Сознание чакр». Очень часто мы просто привязываемся к самому глубому телу, это физическому. На самом деле мы намного больше. У нас есть еще много тонких тел, у нас есть семь прекрасных чакр. И каждая чакра имеет свое сознание. Каждая чакра дышит, живет, она осознает. И очень хочется, чтобы вы разобрались по глубже. Существуют иерархи чакры. И осознали себя побольше. Приходите на мастер-класс, очень много удачи для себя нового. И, конечно же, мы помедитируем. Пора помедить. Спасибо. Наталья будет в первом корпусе, второй этаж, пятая комната. Первый корпус, второй этаж, пятая комната. Бронникова Ирина на пороге взрослой жизни. Или куда пойти учиться? Добрый день, друзья. В 2010 году было проведено маркетинговое исследование. Было прошено взрослым населением от возраста от 18 до 75 лет. В целью верить, какой процент людей занимается самообучением, саморазвитием, самопознанием. Этот процент оказался удивительным. 3%. И я рада, что так много трехпроцентников из разных городов Украины, спикеры, вы участники, находитесь здесь и сейчас. Меня зовут Ирина Бронникова. Я эзотерик, психолог, практикующий нумеролог, консультант декологии мысли. У меня здесь в Харькове свой центр консультативный и школа практической нумерологии. Тема моего мастер-класса на пороге взрослой жизни или когда пойти учиться. Когда Харьковская школа Рейки пригласила меня к спикеру, она мне сказала, здесь будут семьи, здесь будут дети. Сделай что-нибудь для них. Я зову всех детей и подростков. Не важно, вам 16 или 6. То, что вам заложено, вам заложено по праву рождения в дате вашего рождения. Я приглашаю родителей. Дорогие мои, пожалуйста, не реализуйте в детях свои неизбыточные мечты. Дайте им возможность прожить свою жизнь, найти свою дорогу, пройти и не совершить свои ошибки, или получить крылья, или слететь. Я приглашаю также тот, кто сейчас в поиске, кто я, зачем я сюда пришел, что мне делать. Потому что когда вам обрезали крылья в вашем детстве, вы ко мне приходите в 30-40 и спрашиваете, Ира, что делать, куда мне пойти, чем мне заняться, какую профессию мне выбрать. Мы будем говорить о том, что вам заложено по праву рождения и где вы можете себя реализовать. Мой мастер-класс будет здесь. Запишите, что мастер-класс проходит здесь, в клубе. Сердина Елена. Энергетическая очистка каналов и меридианов ног. Мой мастер-класс долгое время разрабатывал и дал понимание обучения наш учитель, школа нашей Пайковской, низкой школы, картрид земли, понимание того, что наши эмоции, это наше тело, как раз таки и являются тем, что мы чувствуем. И когда эти эмоции остаются на теле, они не выводятся вовремя, те же страхи, те же переживания, те же какие-то назначки, которые действительно с детства даны. Они на проектных точках наших органов, на проектных взводах органов, они есть, и в частности на ножках. И поэтому эти ножки, наша основа и связь Матушка с Землей, она должна быть чистенькая. Это энергетические наши канализации, как учитель говорит, она должна быть действительно чистой, чтобы свободно Матушка-Земя дала нам свою уверенность, мощь, жизненный потенциал. И укрепилась наша связь, восстановился наш внутренний спешник. Поэтому я приглашаю вас на этот мастер-класс. Мы сможем с вами почувствовать эфир. Эфирными ручками, блокировочками, которая существует в ножках, снять. А в результате мастер-класса вы сможете и в дальнейшем любую эфирную заблокированную энергию, не только Матушка, на работу, куда я приглашаю вас. Елена находится в первом корпусе, она на втором этаже, в четвертой комнате. Первый корпус, второй этаж, четвертая комната. Романченко, Надежда, высшая форма любви. Здравствуйте. Как вы уже услышали, сегодняшний мастер-класс о любви. Большинство людей, когда речь заходит о любви, думает, что это секс. Да, на уровне тела любовь — это секс. Но человек, он не только тело, мы еще имеем душу, еще он отверстие. Духовная составляющая и любовь на этих уровнях тоже существует. И она, каждая имеет свои характеристики. И когда мы находимся в состоянии любви на душевном уровне, происходит алхимия. То есть окружающий мир поворачивается к нам лицом любви. И каждый, кто соприкасается с нами, когда мы находимся в состоянии любви на душевном уровне, каждый человек, который нас видит, просто даже со спины, у него появляется непреодолимое желание сделать для нас что-то хорошее. Я это неоднократно представила на себе. То есть когда мы находимся в состоянии любви на душевном уровне, нам не нужна власть, потому что мы владеем всем в этом мире. Одна женщина, которая по вечерам проходила мимо свор и собак бездомных, она каждый раз их боялась и брала с собой палку. И однажды, когда она возвращалась с дирических занятий и была в состоянии любви, эти собаки подбежали к ней и стали лизать ей руки. Потрясена была не только она, но вся группа, которая об этом и слышала. Вам тогда не нужны вот и деньги. В такой степени вы не станете к ним стремиться. Они будут нужны. Но это не будет главным и важным. Они не будут делать тебя счастливыми. Счастливыми вас будет делать любовь и деньги будут приходить сами. Это тоже... Вот они откуда-то берутся. Складывается так ситуация, которая даже... Вот не можешь себе ее вообразить, насколько хорошо все сочетается, соприкасается. И деньги просто падают с неба. Это тоже я проходила. И на моем мастер-классе будут конкретные техники рассмотрим и освоим их, когда мы научимся входить в это состояние. Вот для того, что это полминутки, и мы счастливы. И мир лицом к нам. Приходите, научимся. И мы будем любить и нас в горе. До встречи. Надежда будет в первом корпусе, в конференц-зале на втором этаже. Обратите внимание, пожалуйста, очень прошу вас, мастера, что на самом деле люди понимают, кому они хотят прийти за 45 секунд. Они слышат ваш голос, они видят, как вы выглядите, и они слышат несколько предложений из вашего представления, и они уже формируют свое мнение о том, к кому они хотят прийти. Поэтому, пожалуйста, уважайте время. Харченко Валентина. Аппаратная аркубанктура, диагностика и оздоровление. Те, кто пришел в этот зал, очевидно, имеют надежду поправить свое здоровье. Вот я занимаюсь китайской акупунктурой. Значит, акупунктура любится, как и заукалывание. И раньше так и делали. Но сейчас китайцы придумали аппарат. Это гораздо безопаснее. То есть, не прокалывается кожа. Ну, надавливается только на точки тела. Акупунктура — это древняя китайская наука. Ей 6 тысяч лет. То есть, 4 тысячи до нашей эры. Это подтверждено раскопками в Тибесе. Значит, там были обнаружены иглы, которые имели из камня, из рыбьей, гостей и из металла. Когда ученые увидели иглы из металла, в которых 6 тысяч лет, возникли вопросы. В то время еще человечество не производило металлы. И, очевидно, это происхождение инопланетное. Вот такой вывод сделали. Значит, я делаю диагностику, ну и лечение. Но в данный момент я смогу сделать вам только диагностику. Я приглашаю всех, кто заинтересовался, приходите. Галентина будет в Целительской, в Первом корпусе. Значит, Иванов, Палет и Молчанова Тина, их не будет на этой линейке, можете вычеркивать. Следующая, Кривонос, Елена. Уроки доброты 2 для детей. Привет, друзья. Мы мастер-класс для деток. И мы снова с ними будем говорить о доброте уже в других ракурсах, в других позициях. Мы рассмотрим несколько мультиков. Сейчас дети очень увлечены интернетом, да, и как бы всякими гаджетами. И мы с ними посоветим мультики, которые действительно будут нести заряд доброты, позитива, и то, что может их учить, и прививать какие-то очень важные ценности в жизни, которые есть. И сделаем оригами, развивая их, как бы, мелкую моторику, и, в принципе, да, воображение. Поэтому приходите, приводите деток. Благодарю. Дмена будет в четвертом корпусе в холле. Сотовец Михаил. Обучение индивидуальному очищению каналов ног и работе с позвоночником. Здравствуйте, любимые друзья. Я вас рад приветствовать. Зовут меня Михаил. Я ученик корпорации МХЕРа. Работаю с ним 11 лет. Веду сеансы профессионального лечебства. Любим людей. Повышаем их квалификацию, знания, стремления. Все расскажем. Великий инструктор. Как пройти, что испытать. Учителей много, но наши особенные. Это простое движение. Полностью энергия эфира, воздуха, огня, воды и земля. В идеальное состояние сразу структуры сделайте. Каждый из вас приходите. Любовь и благотавь, сажду вас. Любовь. Михаил Будет в первом корпусе. Первый этаж, третья комната. Первый корпус, первый этаж, третья комната. Маханько Инна. Дыхание через кожу. Ой, извините. Майко Инна. Дыхание через кожу. Привет всем. Название мастер-класса говорится у нас всегда. Дыхание снова жизни. Мы с вами будем учиться дышать не только носиком, не только носом, не только то, что делать через горло. Но мы научимся с вами дышать через каждую клеточку, через каждую пору. До тех, кому нужно исцелить нервную систему, кожные заболевания. Приходите, научимся, попробуем. Инна будет в аквариуме напротив. И сейчас я благодарю мастеров. Можете спускаться, да? Ага. Уже извините, не могу никак вас представить. Выходите сразу. Здравствуйте всем. Вы меня уже, наверное, некоторые знаете. Я мастер-класса поддерживаю. В данном случае я просто объявляю о том, что я жду каждого, кто заинтересуется, чтобы сделать себе персональную, удобную мандалу, а также органический расклад. Или пройти мастер-класс. Я всегда, каждый раз, постоянно нахожусь на месте. Подходите, буду рад видеть каждому и уделить внимание каждому. Я нахожусь в аквариуме. Подходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ